Ассаламу алейкум приветствую всех тут чуть суета у меня была в инстаграме не был я с утра где-то зашел там тут пишет мне за что ты пощечину дал ему туда-сюда ребята я где-то шоу хал кинул визов я хочу сказать это человек ходит с толпой не с пустыми руками партнер канала 1xbet ежедневно предлагает более тысячи событий имеются все популярные виды спорта и лиги регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии получи до 25 тысяч рублей на первый депозит вводи промокод будни мм чтобы увеличить свой бонус до тридцати двух тысяч пятиста рублей мухаммад хайбати ответил на вызов шоу хала чурчаева и выразил готовность подраться с ним хоть завтра попутно упомянув калмыкова и анатолия сульянова ребята я ведь это шоу хал кинул визов я хочу сказать это человек ходит с толпой не с пустыми руками ну ладно я принимаю это вижу и хочу сказать и все мне боитесь кальтолия не решил со мной бороться и так же кальмиков ты тоже просто говоришь ты тоже не видишь почему ты говоришь новый год я не понимаю хоть завтра я готов тем временем киборг дал интервью каналу rb спорт в котором признался что готов был со всей жестокостью учинить расправу над хайбати однако его старший здравый рассудок помогли ему избежать возможной уголовной ответственности за содеянное да были моменты очень много моментов даже но погодая старшим они меня успокоились остановили и мозги в правильном рассказать а так бы я натворил бы тело в целом моей жизни никто так меня не оскорблял никогда такого не больше допускалась такие моменты но тут уже медиа совсем другая жизни ничего не сделаешь я не знаю как будто я в тупике что с него взять и за него в тюрьму садиться тоже не хочется судьбу свою портить чтобы родители родные мои страдали нет он того не стоит целом калмыков не верит в то что перс выйдет на бой с ним дискать он каждый раз придумывает новые условия для того чтобы их поединка не случилось на данный момент мухаммед залечивает травму полученную в боксерском бою против егора горшкова который вышел на супер коротком уведомлении вместо зелимхана дукаева а у товарищей однокомандника пулеметчика андрея ефимова более известного как у шумастер возникла конфликтная ситуация с азизом камаловым во время съемок коржицу на панч клабе коротко говоря азиз камалов требует у ефимова чтобы тот вышел с ним на бой в ходе словесной перепалки курт отвешивает оплеуху андрею благодаря мешательству охраны удалось избежать драки между бойцами полное видео этого инцидента вы можете посмотреть в телеграме ссылку на который я оставлю в описании вот что пишет у шумастер после той потасовки короче произошел вот такой инцидент почему все так вышло узнаете после выпуска панч клаб все нормально ребята не переживайте я просто не ожидал пытался сразу ответить но уже начали держать при первой возможности я все ему верну свое обращение сделал и азиз камалов асаламу алейкум приветствую всех тут чуть суета у меня была в инстаграме не был я с утра где-то зашел там тут пишет мне за что ты пощечину дал ему туда-сюда дал ему пощечину на самом деле посчитал нужным дал дальше че вы мне хотите сказать пусть теперь ходит с этой пощечиной и как мужчина бой принимает у нас трилогия должна была быть он постоянно теряется бля черт получается камалов и ефимов дважды проводили между собой бои и оба раза под эгидой промоушена наше дело первые встречи андрей выиграл нокаутом ударом колена в первом раунде а второй бой забрал азиз но уже единогласным решением судей хотелось бы вам увидеть их трилогию напомню что оба спортсмена проиграли свои крайние поединки если курт потерпел поражение против азизхана чоршамбиева вследствие травмы во время боя то уж у мастера дела в последнее время протекает не самым лучшим образом он идет на серии аж из пяти проигрышей подряд так что фаворит в случае их третьего противостояния тут очевиден пишите ваше мнение в комментариях не скупитесь на лайки обязательно подпишитесь на канал чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ммэй это пульс привод